Прежде чем мы войдем в эту тему, необходимо задать правильный ракурс в рассмотрении этого тяжелейшего, важнейшего догматического вопроса. Откуда мы будем брать наши знания? В Священном Писании апостол Павел говорит, что никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Поэтому и мы в этом сложнейшем вопросе о Боге Троице прежде всего будем опираться на священное предание православной Церкви и духовный опыт святых отцов. Величайшее откровение Бога о самом себе, которое человечество на данный момент имеет, это та самая истина о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Что заключается в этом исповедании? Когда христианин вступает в Церковь через таинство крещения, то он исповедует Бога Троицу. Символ веры – это, по сути дела, краткое исповедание триадологического учения. Когда человек восходит по ступеням духовной жизни к неким таинственным высотам, то и там ему открывается, познается именно Бог как Троица. Поэтому и говорят, что догма Троицы – альфа и омега христианина. Человек, идущий к небу, должен знать, кто есть его небесный Отец, куда надо идти, что для этого необходимо. Однако духовная жизнь, она соединяет человека с Богом. В определенном смысле можно сказать, что Бог, божественный мир, духовный мир и человек, мир видимый – это как бы два берега реки. И необходимо, чтобы был выстроен мост между этими двумя берегами. И этот мост не может опираться только на один берег, на знание о Боге. Понятно, что таким мостом нельзя воспользоваться, и он, скорее всего, вообще рухнет. Необходимо еще знание о человеке, чтобы понимать, как мне пройти от земли на небо.